добрый вечер сегодня мы с вами поговорим о ошибках так случилось что у нас обработка ошибок раскидана по разным курсом я имею ввиду нашу цепочку курсов по печки о чем-то мы говорим на первом курсе о чем-то мы говорим на третьем о чем-то мы говорим на четвертом не все проходят через первый курс до 3 4 курса поэтому чтобы было у нас цельное представление о обработке ошибок php мы это дело сейчас и осветим исходя из того что у нас под рукой на данный момент php версии 7 поэтому посмотрим что у нас было и естественно посмотрим что еще и добавилось добавилось там на самом деле не так много в первую очередь начнем вот с чего во первых у нас и и сразу есть два типа условно говоря неприятность первое это то что называется а второе это то что называется исключение то есть ошибки и исключения что порождает опять же всевозможные споры о том что считать чем дело в том что есть ряд языков программирования в которых есть просто банальная понятие ошибок есть ряд языков программирования в которых никаких ошибок нет а есть понятие исключений поскольку ищи он всеядный фактически самого наверное там начиная с версии 4 конца 3 начало 4 версии печь птечки печь пчпи и всегда пытались удалить удовлетворить требования всех программистов которые приходят со всех языков чтобы они могли найти а то к чему они привыкли в своих языках поэтому в печпи есть фактически все Вот. Поэтому вопрос, что считать чем, то есть, что является, какое обстоятельство, скажем так, является ошибкой, а какое исключение, мы об этом говорить не будем. Ну, очень часто говорят, что, например, ошибка, это когда явно мы там что-то знаем, что может случиться или не случиться, а exception – это что-то случайное. Тут суть не важна. Важна в том, на самом деле, разница PHP между обработкой error, ошибок и exception, исключением, в том, как они перехватываются и куда мы в конечном итоге после этого попадаем. Например, для начала начнем со старых добрых ошибок, которые давным-давно у нас живут. Когда у нас происходит какая-то ошибка, что-то случается, мы очень часто, особенно, получаем сообщения уровня парсинга, уровня fatal error, уровня warning и так далее, и так далее. Все это происходит. Почему? Потому что ошибки отлавливаются соответствующим обработчиком ошибок. Мы можем, соответственно, переопределить этот обработчик ошибок, то есть, для этих целей нам нужно банально описать какую-либо функцию под каким-то названием, что-нибудь типа. Вот так. И определить в ней, например, 4 параметра. 4 параметра для номера ошибки, для сообщения, соответственно, ошибки, для файла, в котором произойдет ошибка, и для строки, в котором эта ошибка, соответственно, произошла. Здесь у нас обработчик, да? После чего нам нужно сделать что? После чего нам нужно указать PHP, что теперь с этого момента мы хотим использовать наш обработчик ошибок, а не его обработчик ошибок. То есть, это дело делается с помощью соответствующей функции setErrorHandler, где мы в виде строки указываем имя той самой функции, которую назначили быть обработчиком ошибок. Ошибок. Быть обработчиком ошибок. Теперь, если произойдет какая-то ошибка, то мы, соответственно, будем попадать в этот самый наш обработчик ошибок. Здесь мы сейчас напишем что-нибудь типа. Вот. Ну, мы сейчас вот так сделаем. На самом деле, банально. И попробуем, сейчас проверим, у нас все ли у нас работает. Да, все хорошо работает. Вот. Попробуем вызвать, например, какую-нибудь функцию. Например, вот такого плана, да, без параметров. Как видите, да, произошла ошибка PHP. То есть, он знает об этом ошибке, потому что Sterling принимает параметр, мы его не передали. Но, обратите внимание, стандартного, да, как мы знаем, стандартной ошибки у нас не выскочило. То есть, по идее, если я сейчас уберу этот setErrorHandler, да, то у нас выскочит ошибка уровня warning. Предупреждение. Видите, warning, Sterling принимает один параметр, мы ни одного его не дали и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, поскольку мы сказали, не надо использовать свой обработчик, используй наш обработчик. Соответственно, вот мы и увидели, да. Соответственно, вот он, message. Это вот как раз то, что попало в переменную. То есть, PHP вызвал нашу функцию и передал соответствующие параметры. Первым параметром он передал номер ошибки. Поскольку это встроенная ошибка, это константа. Все ошибки, типа такие, как это есть константы, и parse, и error, и warning, и так далее. Но warning, соответственно, у нас это двойка. Во вторую переменную, да, он бросил непосредственно строчку. Вот эту вот. Вот она у нас, да. Далее он указал файл, где он у меня лежит. И, наконец, строка номер 6, в которой произошла ошибка. Все хорошо, все замечательно. Теперь, следующий момент. Следующий момент. Предположим, у нас это ошибка именно PHP. Он знает об этой ошибке, он ее сам распознал. Правильно, да? Вот, но что, если у нас теперь какая-то проблема? Здесь у нас какой-то if. И вот здесь, в этом месте, нужно сообщить ему, что произошла какая-то ошибка. Произошла какая-то ошибка. Что с точки зрения самого PHP, понятно, ошибкой не является. Он об этом не знает. То есть мы должны ему об этом принудительно сказать. Принудительно об этом мы ему говорим с помощью triggerError. То есть мы говорим, да, вот здесь ошибка. Вот здесь ошибка. Соответственно, это... Давайте напишем так. MyError. Это как раз наш месседж. Вот, и теперь, увидев вот это дело, PHP вызовет опять же наш обработчик, наш обработчик, передав во второй параметр то, что мы здесь указали строкой, передав опять же в третий параметр этот файл, а line у нас будет, соответственно, номер 7, там где этот triggerError и прописан. Вот, да, попробуем сделать это дело. Как видите, вот он myError, вот он мой файл, вот он, вот строка 7, а константа 1024. Да, 1024. Вот, по умолчанию на самом деле у нас это номер ошибки, и тут есть некая проблема. Дело в том, что мы не можем сюда первый параметр в виде номера ошибки, мы, а, не можем передать число от балды, то есть, извините, не туда. Здесь мы не можем передать число от балды, например, 100. Мало того, мы не можем передать его ошибку, которая встроенная. Для этих целей нам дано несколько пользовательских констант, которые выглядят как стандартные константы только с добавлением user и userError, например, да. Например, считай эту ошибку уровня userError, да, 256 номер, да, или считай эту ошибку и уровня warning. Ну, мы сами, понятно, для себя определяем, что есть что. Вот, таким образом, как вы видели, в первый раз, когда я это сделал, я ничем не указывал, было 1024, то есть, по умолчанию, по умолчанию наша ошибка соответствует пользовательской ошибке Nokia, легкое предупреждение, скажем так, пометочка. Момент. Вот. Соответственно, так долго мы были, жили с этими ошибками, после чего у нас появилось, когда в PHP начал развиваться парадигма объектно-ориентированная, вот, у нас появилось, как и положено, исключение, да, exception. То есть, для этих целей, для этих целей мы можем сделать что. Блок try, в котором указать блок catch. Любой код, который нам нужен, мы, который, мы ожидаем, что где-то может возникнуть исключение, естественно, да, здесь, например. Вот. Мы указываем в блоке try, пробуем это сделать, пробуем это сделать, вот. Вот. И если в моем случае я хочу здесь сгенерировать исключение, мы его и бросаем. С помощью оператора throw, new exception, да, напишем my exception, вот так, чтобы видеть, что это, да. Если на всякий случай я напишу echo the end, мы этого the end не увидим, потому что у меня есть труба, всегда попадет сюда. А в catch мы, соответственно, отлавливаем эту ошибку, указывая, уточняя тип таким вот образом, что сюда, в эту переменную, должен быть прийти объект. Причем не просто, а бы какой объект, а сугубо экземпляр класса exception, то есть здесь, в этом, вот, это выражение фактически создаст объект, и он, HP его самостоятельно присвоит этой переменной, этой переменной, и здесь мы его можем, соответственно, увидеть, да, с помощью соответствующих методов, методов нашего объекта, такие как getMessage, getLine, getFile и прочее, да, getMessage, например. Вот, соответственно, вот, запускаем, вот он у нас отработан. Замечательно. Так вот, опять же, споры, которые ведутся о том, что есть что, что считать, да, какой кусок кода считать ошибкой в случае чего или исключением, каждый для себя определяет по-своему, здесь же у нас главное, что надо понять, разница между ошибкой и между исключением, да, хотя они там называются, понятно, по-разному, вот в чем. Куда мы попадаем после того, как мы обработали нашу ошибку? Вот, смотрите, да, посмотрим сначала, сейчас мы это делаем, закомментируем, посмотрим сначала непосредственно ошибку. Error. Да? О, не так. Значит, с errрами у нас ситуация какая? Вот у нас есть какой-то код. Да? Вот какой-то код. Он идет. Здесь мы сообщаем, это наша ошибка. После этого, после этого, человек попадает в эту функцию. Здесь мы делаем все, что нам нужно. Понятно, мы здесь можем вплоть до того, чтобы остановить исполнение нашего кода. Но если мы не собираемся исполнять, то после того, как это все дело обработается, мы возвращаемся сюда, откуда мы вышли. И обратите внимание, например, мы здесь напишем error. Вот так напишем, да, line. Например, здесь и здесь. То есть, мы сейчас увидим что? Мы сейчас увидим очень хорошо. Давайте здесь мы тоже, наверное, да, с вашим сделаем. Мы сейчас увидим сообщение о нашей ошибке обработанной, после чего спокойно у нас исполнится восьмая строка и далее до двенадцатой строки. Вот, как видите, все то же самое случилось. Вот, вот и вот. Да? Это раз. Теперь, да. В случае с эксепшенами, в случае с эксепшенами, если учесть, что теперь у нас, если учесть теперь, что у нас непосредственно исполняемый код, это не вот эта часть, а сугубо вот эта часть, которая втрое, втрое, да, то вы, опять же, обратили внимание, что вот эту голову, вот этой строки, да, ну, мы можем, опять же, сейчас написать здесь, не за енки, а вот так, да, например, вот так, здесь у нас что-то произошло, здесь у нас вот так, вот, вот, то этого мы не увидим вообще, этого мы не увидим вообще, а увидим только после того, все обработалось, увидим в моем случае только 22-ю строчку. Запускаем, вот она, вот она моя 22-я строка, 22-я строка. Вот, то есть, если резюмировать это дело, если резюмировать это дело, то, то, в случае, поделим пополам, когда мы используем свой обработчик ошибок, вот у нас эта функция, условно говоря, обработчик ошибок, будем считать, что мы там никакой код не останавливаем, а что-то делаем, например, выводим, или записываем себе влог, или отправляем письмо, неважно, где-то лежит здесь функция, а вот это идет непосредственно наш код, непосредственно наш код. Где-то здесь, в нашем коде, например, здесь, вполне вероятно ошибка. Соответственно, соответственно, наш код идет сюда, здесь делится ошибка, мы прыгаем в этот наш абразд, рабочий, после чего оттуда, если, конечно, ничего принудительного не сделали, возвращаемся далее, и идем дальше. Вот, собственно говоря, разница вашей. Теперь, что у нас с исключениями? Предположим, у нас здесь, опять же, находится некий блок, я его на две части разделю, блок, это блок try, а это блок catch. В блоке try, у нас, предположим, мы дергаем какую-то функцию, которая в свою очередь дергает другую функцию, которая там что-то еще делает, да, то есть, опять же, здесь у нас какие-то, вполне возможно, код, ну, может быть, это какая-то одна большая функция, или там что-то еще разбито, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да, и опять же, где-то здесь у нас, вполне возможно, происходит исключение, то есть, исключительная ситуация. Соответственно, теперь у нас ситуация такая, мы приходим сюда, отсюда мы, да, поскольку мы отсюда вышли, да, вот так, вышли сюда, пошли, 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 мы прыгаем вот сюда, и, обратите внимание, обратно мы уже не возвращаемся, да, дальше мы идем где-то здесь, там у нас где-то параллельный, наверное, там код, так написано, вот таким вот образом, то есть, в принципе, еще раз, в PHP, не важно, что мы подразумеваем под ошибкой, или исключением, это уже наше дело, в конце концов, мы, моя селедка, хочу так ее и называть, вот, в зависимости от ситуации, основной разница между, вот этой вот обработкой error, и использованием exception, exception, мы даже не говорим о том, что здесь, как бы, элемент OOP, да, там, такового элемента нет, в принципе, можно все это дело, и так, и так, закамуфлировать, PHP, у нас, опять же, язык всеядный для всех, он не говорит о том, что мы должны использовать, либо процедурный, либо объектно-ориентированный подход, мы можем использовать и то, и другое, ну, в принципе, нам так и приходится использовать, потому что там 100% объектно-ориентированности, но не получится делать, главное, главное, это то, что мы здесь, еще раз, да, в этом случае мы, обработав ошибку, имеем возможность вернуться в то же самое место, откуда мы попали туда, здесь мы просто не имеем такой возможности, то есть прыгнули сюда и пошли здесь, то есть вот эта часть у нас уже останется необработанной, соответственно, в зависимости от того, что нам нужно, в первую очередь, да, мы должны использовать, то есть не то, что это обозначает семантически, да, там, посмотреть в словаре, о, это error, о, это exception, что есть что, а именно то, куда мы попадаем после обработки ошибок, во-первых. Следующий момент, который у нас есть, но справедливости ради надо сказать, что мы точно так же на самом деле, да, если мы используем те же самые exception, то у нас есть точно такая же возможность переопределить обработчик и exception, то есть так же, как мы написали функцию my error handler, мы можем определить какой-нибудь exception handler, exception handler, точно так же, да, ну, например, здесь мы сейчас что-нибудь такое сотворим, напишем function, exception handler, сюда у нас будет объект прибегать, вот, exception handler, да, здесь мы напишем, соответственно, get message, вот, get message, вот, и здесь у нас, вот, исходя, исходя из этого, исходя из этого, мы можем уже спокойно, спокойно, да, бросать, например, там какой-то там наш exception, который нам нужен, предположим, да, его уже бросать, естественно, естественно, надо выставить точно так же, да, как и предыдущий set, только он называется exception handler, да, точно так же, все то же самое, то есть указывается, имя, например, там, нашего обработчика, да, вот, и точно так же, теперь у нас, все это дело, будет использоваться, наш, вот этот вот, обработчик, да, обработчик, то есть, что-то типа, вот, дело, как-то, так, сейчас попробуем, вот, вот таким образом, видите, да, то есть, мы спокойно описали обработчик, никакого трая, никакого ничего, технически, да, здесь мы попали, вот в этот вот наш exception, обработали его, и пошли дальше, то есть, фактически, что мы сделали, мы воспроизвели, то же самое, что было и здесь, то есть, мы не выпали, в какую-то другую точку, да, а точно так же, по этому обработчику, после того, как мы это дело обработали, естественно, да, мы спокойно, пошли дальше, да, так, в принципе, например, тоже можно, если вдруг, что-то такое захочется, по поводу, да, а поскольку у нас, так сказать, был затронут уже, трай, наш замечательный, трай кэш, то, у нас, к выходу HP7 появилось несколько нововведений, нововведений, а именно, а именно, если изначально, когда исключения появились, мы могли оперировать сугубо объектом exception, классом, извините, и если нам нужно было делать какие-то свои пользовательские исключения, то мы наследовали сугубо exception, то теперь у нас на самом деле появился интерфейс, где комментарий, интерфейс, вот такой, troll был, тролл был, интерфейс, интерфейс, зачем он нужен? А он нужен за тем, что у нас, помимо exception, теперь есть еще и error класс, да, error класс, то есть, чтобы совсем, так сказать, отойти от, такие вот, как бы сказать, старых процедурных ошибок, у нас теперь и в нашем ООП, так сказать, парадигме, объектно-ориентированном подходе, есть класс exception, старый добрый, плюс error, оба они реализуют интерфейс troll, да, зачем это нужно? Нужно это за тем, чтобы, во-первых, обратите внимание, мы теперь можем здесь спокойно, в кетче, в кетче, указать в качестве уточнения типа, type hinting, именно этот интерфейс, обратите внимание, именно этот интерфейс, вот, и где-то у меня тут, ага, вот у меня зависла бага, вот он, видели, да, интерфейс, и попали сюда, то есть, мы теперь здесь можем делать, либо exception, либо error, и в том и в другом случае, мы можем попадать вот сюда, вот сюда, вот, значит, здесь важное уточнение, сразу, сразу же уточнение, важное, что мы не можем, не можем реализовывать свои пользовательские исключения, на основе этого интерфейса, то есть, мы не можем написать что-то типа, класс my exception implements trouble, нет, мы должны по-прежнему использовать, либо exception, либо error, да, то есть, цепочка идет такая, trouble, соответственно, от него exception error, либо, да, а уже от этих дел, мы можем, соответственно, имплементить, имплементить, наш custom, либо exception, либо error, либо exception, либо error, вот, а если с exception все понятно, с ним, собственно говоря, осталось все то же самое, что и было, то вопрос, зачем нам ввели класс error, и что мы с него можем поиметь, можем поиметь мы с него следующие, да, следующие, во-первых, этот error класс, он у нас позволяет указать несколько типов error, в частности, арифметические ошибки, арифметические ошибки, значит, что у нас с арифметическими ошибками, например, предположим, я хочу написать, сейчас я вот так вот все уберу, что-нибудь типа вот такого, echo 2, вот так, вот такого плана, так, а здесь мы напишем echo мы сейчас увидим, что мы туда не попадем, вот, что у нас сейчас произойдет, это мы опять же уберем лишнее, обратите внимание, мы попали куда, мы попали в кейч, мы попали в кейч, вот, и соответствующий месседж, да, сообщает нам, что у нас произошла какая-то проблема, да, естественно, естественно, мы здесь за тайпхинтили конкретный интерфейс, естественно, более точный тип того, что у нас произошло, это у нас арифметический error, вот так он будет, вот он, вот видите, да, мы опять же здесь, это арифметическая ошибка, то есть связанная что-то такое с арифметикой, да, здесь есть маленькая проблема, на самом деле, маленькая проблема, потому что вполне возможно нам захочется, да, вот, с помощью этого дела, с помощью этого дела предположим отследить какое-либо, предположим, деление на 0, друзья мои, деление на 0, например, написать вот так, 2, делить на 0, да, обратите внимание, да, что у нас на самом деле никакого кетча не возникло, потому что у меня здесь обратили внимание, вот, the end засветился, единственное, что у нас возникло это банальное предупреждение, что смотри, ты пытаешься поделить на 0, то есть, это не ошибка, при которой все остановилось, это банальный ворнинг, мол, дескать, подумай, а нужно ли тебе это дело, или не нужно тебе это дело, правильно, да, если мы сейчас например, вот так давайте сделаем, предположим, да, дело в том, дело в том, что, дело в том, что, а вот если мы сделаем вот так, сейчас я сделаю вот такую вещь, наверное, да, получше было вот так, вот так, а вот здесь обратите внимание, Мы очень хорошо попали в наш кэш. Причем это не просто арифметический эррор, а ошибка, которая называется division by zero error. Вот он. Видите, да? То есть четко совсем деление на ноль. Здесь мы его отследили и здесь мы сюда попали. Однако простое деление на ноль, как видите, ни к чему не привело. Мы ни в какой кэш не свалились. На самом деле, насколько я помню, сейчас я уже не уточнял, это проблема известная. Она вроде как решаемая. И тут на самом деле, на самом деле тут непонятно, надо ли считать это действительно как бы исключительной ситуацией или оставлять так, как это есть на уровне ворнинга. Дело в том, что PHP, обратите внимание, если вы обратите внимание, что у нас здесь результатом вот этого эко, сейчас я вам покажу, да, является. То вы видите, что при делении на ноль, у нас очень хорошо ответом является бесконечность, инфинити. Соответственно, если мы сейчас попробуем поделить, например, минус 2 на ноль, то у нас будет минус бесконечность. А если мы попробуем поделить вообще то, что делить нельзя, например, строчку ABC, то у нас будет замечательное значение, которое в PHP давным-давно есть, константа. Не все знают, что она есть. Поклонники языка, я вам скажу, будут рады. Это нам, да, not a number. Это вполне себе, вот оно, not a number. То есть, как видите, три разных варианта, вполне себе три конкретные ответа. Вот, поэтому на данный момент, на данный момент деления, стандартное деление на ноль, то, которое, возможно, оно не отрабатывается с помощью кетчупа. То есть, мы не попадаем туда, это не является ошибкой. Как будет дальше развиваться ситуация, я сказать не могу. Честно сказать, мое личное персональное мнение так и должно остаться, потому что я, с моей точки зрения, тоже деление на ноль, это не есть ошибка. Потому что, так как нам дают, например, там, бесконечность, минус бесконечность, так оно и должно оставаться. То есть, человек, по идее, должен сам определить, что же он хочет. Он должен определить, что же он хочет. И как-то это самое. Если все-таки возникают вопросы, а вот хотелось бы, да, что сделать, чтобы мы попали вот сюда, именно division by zero error в этот кетч, То есть, ну, что здесь можно сказать. Здесь обратили внимание, да, что у нас, собственно говоря, при этом могут быть три константы. Либо inf, минус inf или na. Вот, соответственно, единственное, единственное, что можно посоветовать, единственное, что можно посоветовать, это сделать какой-либо массив, массив, да. Вот, и принудительно, принудительно возбуждать это исключение. То есть, будет что-то типа создать массив. Здесь вместо echo, конечно же, будет некий result, например, вот такого плана, да. Вот, и написать, если у нас result, предположим, дал, дал, либо inf, да, либо na, либо минус inf, Тогда уже, соответственно, принудительно, ручками своими попросить возбудить это исключение. Ну, и что-нибудь там типа даже вот такого данного записать, да, тогда мы уже попадем сюда. То есть, только принудительно, принудительно. Но, тем не менее, как видели, да, что я уже вам показывал, да, что, например, вот при таком делении, да, целочисленном, то здесь уже все хорошо. Мы попадаем, и не просто, это не просто error, это error, более точно, это арифметический error, а еще более точно, это division, например, by zero error, что не может не радовать. Не будет не радовать. Вот, во-вторых, помимо подтипа арифметических ошибок, наш этот error дает еще разновидность, то есть, следующий класс, который наследуется этим error, это у нас type error. Type error. Вы помните, что у нас в седьмом PHP появилась возможность опять же указывать, уточнять типы не только для классов, не только для массивов, но и для скалярных типов. То есть, можно написать что-то типа function, какая-нибудь у нас там, functionFu, и указать, что первым параметром сюда должен прийти integer, да, например, вторым параметром тоже прийти, например, integer, оп, а к слову, возвращаемое значение у нас будет, например, boolevo. Вот, и, например, рекрую true, если вот так написать. Вот таким вот образом. Теперь мы можем спокойно сделать try, теперь опять же catch. И здесь мы попытаемся сейчас вызвать нашу фу, передав ей, например, первым параметром массив. Да, по вторым, например, строчку. Вот таким вот образом, да. А здесь мы можем указать, соответственно, класс type error. Type error. И, конечно же, мы увидим его. Давайте мы вот так возьмем. Небольшой копипаст. Так, вот. Значит, у нас здесь где-то у меня бяка, да, получилось? Где-то я чего-то тут... Сейчас, секундочку. Здесь два. А, все. Перемену не забыл. Пардон. Ну, вот. Видели? Вот у нас как тут, по идее, случилось, да. На самом деле мы можем сделать что? У нас есть строгий тип. То есть, чтобы никаких приведений типов не было. Strict types. Strict types. Один. Вот так вот указать, да? Для этих целей. Вот. А, sorry. У меня тут много. Это первый. Вот здесь надо первым его указать, да? А у меня первый. А почему он у меня не отрабатывает? А-а-а-а. Все, я понял. Понял, 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 понял. Пардон. У меня там сверху. Ага. У меня там через PHP. И не. Инклюдится файл. Самым первым. Да. Про него я забыл. Про него я забыл. Поэтому. Он сейчас не отработает. Вот. Ну, ладно. Тем не менее. Пусть будет так. Не будем сейчас рыться его и отключать. Это, в принципе, известная вещь. Самой первой инструкцией мы указываем strict types 1, чтобы было точно. И если у нас что-то получается не то, то мы, соответственно, попадаем по type error вот сюда, в эту самую ловушку. Вот. Что достаточно удобно. Вот. И еще очередной, тоже, кстати, очень удобный, и раньше у нас вообще другого варианта не было, как это делать, сделать. Класс, который называется parse error. Который называется parse error. Да. Смотрите. У нас проблема какая. Даже когда мы используем старые добрые наши обработчики ошибок, то мы, в принципе, можем отловить любую ошибку любого уровня. Какой бы она ни была, за исключением уровня парсинга. Почему? Потому что парсинг происходит до того, как у нас начинает обрабатываться наш код. Какой код. Впрочем, это все то же самое естественно сейчас и осталось. То есть, то есть, если я сейчас напишу, опять же, вот такую вещь, смотрите, да. И здесь я сделаю какую-то ошибку именно уровня парсинга, уровня парсинга, да. Ну, например, забуду ту же самую точку запятой, кстати. Вот таким вот образом, да. То понятно, что мы сюда не попадем. Почему? Потому что этот парсинг вот этого случится до того, как начнет исполняться этот код. Тогда возникает вопрос, зачем этот парсинг нужен. Дело в том, что у нас есть замечательное что? У нас есть подключаемые файлы. То есть, мы здесь можем спокойно сделать нечто, include какой-нибудь, да, там, тест, например, PHP. И уже в этом-то файле, в этом файле может произойти какая-то ошибка, да. Ну, например, давайте мы сделаем здесь. Сейчас создадим файл. Запишем echo1, echo2, вот так. Сделаем его тест, test.php. Вот. И здесь как раз, обратите внимание, да, мы должны как раз попасть именно сюда. И вот мы попали, вот мы видим ровно message, get message, который мы и ожидали. То есть, почему? Потому что здесь у нас наш код состоит из двух файлов, но изначально запустился наш вот этот файл. Наш вот этот файл, да? Далее. Далее. Что у нас произошло? Он распарсился. Здесь у нас, естественно, ошибок нет. Еще раз, да. То есть, в самом файле, главном файле, который запускается, мы никогда парс не сможем никаким образом. С помощью каких-то хендлеров отследить, потому что это происходит до того, как начал исполняться код. Однако, когда начал исполняться код, мы дошли вот до этой инструкции. А здесь как раз PHP зачитал этот файл, и вот здесь как раз уже осуществляется парсинг этого файла. И вот как раз здесь, когда получился именно parse error, тот, который случается, мы как раз и отловили его с помощью класса parse error. И попали сюда. На самом деле, это уже хорошо. То есть, раньше у нас таких возможностей не было. Сейчас у нас, как видите, ситуация улучшилась. Вот. И нельзя этому не радоваться. Нельзя этому не радоваться. Исходя из этого, подбиваем то, что у нас есть. Итак, у нас, как мы уже говорили, есть два варианта. Старые добрые ошибки плюс исключение. Старые добрые ошибки можно отлавливать с помощью функции какой-либо назначаемой нами обработчиком. Но, в принципе, если мы поклонники объектно-ориентированного подхода, то мы можем на самом деле про это забыть. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть, значит, соответственно, try-catch конструкция. А если мы хотим, чтобы у нас это отравовалось, ну, почти так же, как error handler, мы точно так же можем описать свой обработчик для исключений, точно так же переопределить его, и, в принципе, все будет случаться то же самое. Да. Теперь, значит, что касается вот этих вот исключений, то у нас теперь есть единый интерфейс throwable, который реализуется старыми добрыми эксепшенами и новыми, новый, то есть класс, да, и новый класс error. От эксепшена мы можем его наследовать для создания наших эксепшенов, исключительных ситуаций и для ошибок. Да. Здесь как раз, кстати, вот здесь теперь как раз мы можем уже четко для себя определить, что для нас является, например, ошибкой, что для нас является исключительной ситуацией. Ну, стандартное определение – это как ошибка, это то, что мы ожидаем явно. То есть, например, если мы соединяемся с сервером базы данных, то мы понимаем, что он может быть либо работать, либо не работать. То есть явно есть вариант, что он не будет работать. Соответственно, это и есть как бы ошибка. Правильно, да? Вот. Так же, как мы, например, производим то же самое деление, мы ожидаем, что деление может быть на ноль, соответственно, это тоже явная ошибка. Исключение – это некая исключительная ситуация, которая вообще может возникнуть, что называется, неоткуда, фиг ее знает откуда. Поэтому это лучшее исключение. Соответственно, исключение – я. Это эрроры, в свою очередь. Эрроры, да, у нас в свою очередь. Эррор, он подразделяется на класс эррор. Он наследуется, значит, классом, как я уже говорил, это арифметические ошибки. Это… Эррор, раз. Это, соответственно, у нас division by zero. Это у нас, соответственно, type error. Это у нас, соответственно, parse error. Ну, и еще есть такой более, наверное, редко встречаемый ошибка – это assertion error, связанная с функцией assert. Вот. Я о ней уже не буду рассказывать. Те, кому захочется посмотреть, вы помните, что у нас есть прекрасный сайт hp.net, в котором есть документация, где, естественно, все это достаточно расписанного. Вот все, что я вам хотел сказать сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!